Приветствую всех на моем канале, меня зовут Кира и это видео о вышивке. Окончательно я поборола свой невышивун, у меня готова уже вторая работа за май. И ее сейчас вы можете видеть перед глазами. Это феечка, называется она Needlework Fairy, фея-рукодельница или что-то типа того. Это артикул GS30-1104 от Mill Hill. Вышивалась она на конве 14-го каунта. И сейчас я вам покажу превью, чтобы вы могли сравнить. Так она выглядела на превью. Можете поближе посмотреть. И вот так она выглядит вживую. Возникла у меня проблема с конвой на этой работе. Как можете видеть, это не я ее не отгладила. Я ее гладила, поверьте. Я ее стирала несколько раз уже, несколько раз гладила. Но, во-первых, вот эти заломы не отглаживаются абсолютно ничем. Ни после стирки, ни на мокрую ткань, ни на сухую ткань. Бесполезно. Причем они сначала вроде отглаживаются, а она полежит 5 минут буквально после глажки. И эти заломы снова появляются. И как бы я ее не гладила, конва все равно выглядит немного такой, знаете, мятой. И вот он, он залом. Видите, как она была сложена изначально. Никуда он вообще не девается. Так что это проблема номер один. Проблема номер два, которая у меня возникла вообще с этой работой. Я не люблю вышивать бисер. Я снова и снова в этом убеждаюсь. Возможно, для тех, кому нравится вышивать бисером, эта работа покажется очень легкой. Я ее вышивала долго. Вообще история этой работы. Мне этот набор подарила Наташа Гефкина Новый год. Это был мой первый и единственный на данный момент Милхилл. И получается, что она мне его подарила. И на примерно почти на год эта работа у меня ушла в мои запасы. В том году девочки решили организовать небольшой совместник по Милхилл. И я решила, почему бы и нет, несмотря на мой невышивун, может быть, вернусь к вышивке. Я начала эту феечку. Как начала, так и закончила, скажем так. Потому что после того, как я ее начала, я ее вышивала дня три. И я поняла, что мой невышивун продолжается. Это во-первых. А во-вторых, еще этот бисер, который я вообще не люблю. Я не люблю ни вышивать из него, ни, в принципе, как он смотрится, когда полностью бисерные работы. Мне не нравится, как он блестит. В этой работе бисер мне нравится, как смотрится. Он придает этой работе свое очарование. Но вышивать, конечно, для меня лично было проблематично. И смотрите поближе. Не обращайте внимания, пожалуйста, на мятость конвы, потому что меня само это бесит. И вот вы можете видеть бисер. Он здесь на ниточке. Вот здесь тоже, видите, это бисер. Здесь вот на воротничке, на поясе, на рукавчиках у феечки. Вот тут по краю наперстка на голове, на рамочке. Вот так вам, наверное, видно будет. Это вот все бисер. Здесь тоже вот темно-сиреневый, такой розовый. Это бисер. Тут внизу такая пуговичка была в комплекте. Пуговичка, кстати, знаете, мне очень сильно напомнила полимерную глину. Возможно, что это она и есть какая-нибудь полимерка или даже, может быть, гипсовая, что-то такое. Она по качеству, видите, такая. Видно, что если не ручной работы, то что-то около того. То есть здесь в этой работе использовалось 20 цветов ниток. То есть 20 цветов, и это только нитки. Плюс здесь были французские узелки. Кстати, здесь французские узелки у меня получились как нельзя лучше. Они просто вообще такие наиравнейшие. Я, наверное, после интерпрайза просто настолько руку набила, что они тут прям вот, знаете, идеальные. Также здесь было несколько, 4 символа бэкстича и 6 цветов бисера. Причем бисер здесь встречается как обычного размера, так и петит. Обычный размер бисера мне еще более-менее петит. Не весь петит, скажем так, лезет в иголку, которая лежала в комплекте. Мне приходилось еще отбирать бисеринки, которые не лезли. Хотя иголочка в комплекте очень тоненькая. В комплекте, кстати, шло 2 иглы. Одна для ниток, вторая для бисера. Но я вышивала множеством игл. Я всегда вышиваю иглами. Ни одной иглой. У меня игл, наверное, 30 есть. И вот я ими стараюсь вышивать. Что касается ниток и вообще остаточков. То есть вот можете видеть, конвей было прям с хорошим запасом. Здесь так сантиметров по 7 с каждой стороны запаса. Но конвой я, конечно, прям очень недовольна. Потому что вот эти вот неровности, которые не разглаживаются никак, меня очень-очень сильно огорчают. Я буду надеяться, что когда я натяну на рамку, то хоть как-то они уйдут. Потому что вот в том виде, в котором сейчас это у меня перед глазами, мне не нравится. Потому что вот этот залом через всю конву ровно посередине. Ну, знаете, если бы я знала, что эта конва так себя поведет, я бы ее, конечно, заменила. Потому что у меня есть конва такого цвета и равномерка. И конва. Но на тот момент у меня был полный невышивон. Я первый раз вышивала мелхил. То есть я не знала, что тут за конва вообще. Кстати, кто с таким сталкивался, напишите, пожалуйста, мне в комментариях, как это разгладить. Потому что я уже перепробовала вообще все, что только можно. Вплоть до того, что я ее просто вот намочила полностью и гладила. Она даже так не разглаживается. То есть я не знаю, что с ним еще делать. Попробовать натянуть ее в мокром состоянии, оставить так, если только так. Итак, по поводу остатков. Я использовала вот такой органайзер Дубко для этой работы. Как, в принципе, у меня для всех работ сейчас. Либо оригинальные органайзеры, либо органайзеры фирмы Дубко. Ниток осталось много. Ниток хватит еще, я думаю, на одну работу точно, если делать повтор ниточки DMC. Поэтому сейчас я их разберу по номерам и отправлю в свои запасы, в свою коллекцию ниток. Нитки DMC пригодятся всегда. Так что ниток осталось прям с хорошим таким, знаете, запасом. Не было у меня даже вообще вариантов, что они могут закончиться в неподходящий момент. С бисером такая же история. Бисер был так вот в двух пакетиках. Я его не стала разбирать. Я их просто, знаете, высыпала в крышечку из-под сметаны. И оттуда, то есть у меня стояло две крышечки, и оттуда я брала бисер. Тут, в принципе, в цветах тяжело запутаться. Тем более картинка превьюшка у меня была всегда рядом, если что. И таким образом вышивала. Бисера осталось много. Единственное, что вот этот розовый, вот такой розовый, не знаю, надеюсь, вам видно хорошо. Вот он, он везде здесь. Этого, вот всех остальных цветов хватило бы еще на один отшив, кроме вот этого розового. То есть его осталось еще, в принципе, с запасом, с таким хорошим. Но на второй отшив не хватит 100%. Так что имейте в виду, что на одну работу хватит вот 100%. На вторую уже нет. Ну и, естественно, пуговичка была одна. Вот она у меня теперь пришита. Кстати, гладила я канву еще до того, как пришивала бисер, до того, как пришивала пуговичку. То есть это вообще никак не влияло. Ну вот, в принципе, все, наверное, что я хотела сказать по этой феечке. Знаете, феечка сама очень милая. Она мне очень нравится. Вышивалась, в принципе, не скажу, что легко, но особых затруднений она у меня не возникла у меня при вышивке. Но я могу вам сказать, что сюжет все-таки немного немой. Я не очень люблю розовые цвета. Здесь, кстати, смотрите, еще таких феечек. Можно еще три штуки вышить. Вот эти две, они мне нравятся даже больше, потому что у них цвета такие более близкие мне. Они яркие, зелено-красные. Это вот то, что я люблю. Но я, скорее всего, буду вышивать в пару к этой феечке вот такую феечку с клубочком. И надеюсь, что вместе они будут очень хорошо смотреться. Но, кстати, в этой феечке с клубочком я уже буду 100% канву менять. У меня есть 14-го каунта канва, такая тоже вежевая. Так что, я думаю, на нее поменяем. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих видео. Ставьте лайк, если вам понравилась эта феечка. Подписывайтесь, если вы еще не сделали. А на этом пока-пока!